Всем привет! Я пока на даче. Занимаюсь всякими делами интересными, несвойственными мне, да и вообще женщине. Вот. Но это не из-за сегодня. Вот эта часть, навес, была сделана на прошлой неделе. А сегодня я уже обмотала стрейч-пленкой такую треугольную тепличку. Простеплерила на жесткую мешковину. Не знаю, что это за ткань. Нарезала и степлером проходила по краям. Тут еще армированная пленка, обыкновенный скотч по углам проходилась. Здесь крыша также стрейч-пленки, но нужно накрывать обычной пленкой. Стрейч-пленка раздерется очень быстро. Вон там у меня лежит, сохнет старая пленка, не знаю. Может быть, завтра постелю. Занавесочки старенькие. Тоже на степлер все, чтобы комарье не попадало вовнутрь беседки. Простеплерила. Столик. Столик старенький. Я его обрезала лобзиком. Он был полностью круглый. Такой что-то несуразный, но старенький уже. На обычных металлических ножках. Вот обрезала, и он теперь прям впритык к тепличке хорошо подойдет. Чтобы не царапалась, я ткань прокладываю. Та она вроде простояла вот там вот сзади скотчем. Пришлось лепить, но это собаки. Собаки мне порвали, так бы стрейч-пленка продержалась бы. Мои вязаные пледики расположились тут классно, как раз на этих качелях. Вот обычная стрейч-пленка, из нее уже второй год. Получаются нормальные теплицы. Теплые. Новый шуруповертик. Беспроводная классная штука с двумя запасными аккумуляторами. Вот уже после подзарядки полностью вот этот навес был сделан. Два дня целых с утра до вечера работает, пока не разряжается. Было бы еще неплохо, если вот эта занавеска на молнию закрывалась. Но у меня тут что-то не молнии на даче, не ниток для шитья. Вот это прошлогодняя теплица. Поликарбонат, дверь и потолок. Остальное все намотано из качель-пленки. Тут у меня росли помидоры, слева дыни. Сейчас я уже высадила один ряд лука и редисточки. Тепло, да, Люксик? 20, почти 20 градусов, 19. Пришлось это окно подремонтировать, она у меня зимой улетела. Тоже поликарбонат. Ничего не прокрашено, просто бросье и поликарбонат. Здесь также постарались мои козлики когтями своими заклеивать скотчем обычным. Посмотрим, если вырастет редиска, будет здорово. И ночью не помню. Пойдем? Или остаешься? Такая комфортная беседка. Все, конечно, из подручных материалов, из остатков. Вот была в прошлом году, покупалась в Абби. Ну, это полный улет. На один сезон за три или четыре тысячи покупать такой навес. Он весь разодрался, погнулся, все эти трубочки. Несерьезно. Такая вот, я думаю, покрепчивают конструкцию. Вид с обратной стороны. Вот старая. Старая пришлогодняя теплица. И еще у меня была, первый мой опыт, из трубок. Также компоновала теплицу. Она у меня шикарно отстояла до тех пор, пока весна не запустила ветер. О, баклажка. Я ее искала. Ну, не знаю, буду я ее делать, не буду. Либо трубки на другие пущу в цели. Тут вот вертся вся отвалилась. А, вот молния, кстати. У меня есть молния. Самолетик этот, ну, пока вот он получился. Смотрите, с обратной стороны занавеска простеплярила. Вот, если буду пленкой покрывать, нужно вот такие вот какие-то моменты по углам мягонько что-то проложить. Это мой косяк. Этот ламинат. Прикрутила, а он гнется, оказывается. Все, занавеск тоже на степлере. Это старые окна от бытовки. Совместила два окна. Будет узенькая дверка. Окна также от старой бытовки. Для проветривания. Грядка. Это скалы из... Вот, совсем недалеко. Вот рядом яма теперь там. Возле забора. Места много, ничего страшного. И у меня вот внутри мини-грядка. Думаю, раз огурец, два огурец. Вполне, вполне попадет. Вот эту стойку нужно было разворачивать вот так. Она прогибается от стричь пленки. Потом у меня крыша просела. Потому что треснула вот эта вот лага, или как она называется, очень маленькая. Наверное, сколько тут? Четыре на полтора, на два. На два сантиметра. И треснула старая вот эта тоже дощечка. Ай, когда я уже накрутила стричь пленкой. Вот досочку прибила. Надо подумать, как еще вот крепить окна, если ветер будет. Когда открываешь... Как это все сделать, скрепить, чтобы они при открытом были и при закрытом. Стоит на брусе. Здесь саморез, здесь саморез. Также в крышу. Ну узенько, не знаю, как с лейкой проходить. Узковато. Не будем толстеть. Тепло, хорошо сегодня. Прям с улицы не хочется уходить. 8 градусов, на самом деле, мне кажется, даже больше. Подключила микрофон. Ветер поднялся. Самолет летает. Сейчас я вам покажу, что у меня с теплицей. Ой, с теплицей. С бассейном. За зиму стала. Бассейн. А сколько он? Размером два с половиной на четыре с половиной. Прямоугольный. Я его на зиму сливала. Все помыла. Вот он стоял. Чистенько. Все аккуратненько. Можно заливать. Только вода в колодце сейчас грязная. Ну вот. Крыша из поликарбоната. Я не помню. Три с половиной. Дверь. Остальное все стрич-пленка. Там, где дыры, скорее всего, эта собака поработала. Она тут зимой хорошо так спала. Ну, такая большая собачка. Вот. И там, где скотчем вовремя зимой прошла, там вот держится. Чуть-чуть провисла в этом месте крыша. Но снега было мало. Ее спасло эту крышу. То, что она не провалилась. Вот. Вот это надо все заново скотчем проходить. Ну, хорошо, что не до конца. Только до середины. Еще одна дверь здесь с этой стороны. Я не знаю, что там с моим бассейном. Может, он и протекает. Может, собака еще там что-нибудь когтями своими наворотила. Это старый бассейн. Он тоже течет прям сильно. В нескольких местах на дне. И что это вот за красная такая. Я даже не знаю, что это за налет. В прошлом году все было отлично. Красный кирпич какой-то. Прямо откуда здесь вот этот цвет. Теперь плавно переходим на тепличку, которая при бытовке. все было порвано. Все. Здесь эту стенку стрейч-пленка опять проходила. Вот это все было белой тканью. Как вот на крыше. Как это называется. Не знаю. Вот росил. На крыше все выдержала. Боковушка все порвались. А зима. Вот. Вот единственная часть, которая выжила. Помощник мой за мне. Хвостик везде за мной бегает. И вот сзади все осталось. Чуть-чуть порвалась. И купила я черный укровной материал. 60. Там написано было 60. Плотность наверное. Так же все застеплерила через вот эту плотную ткань. Крыша также была обтянута пленкой. Но уже все давно порвалось. И внизу вот ламинат. Подбила. Чтоб не было щелей. Потом здесь также черную все убила. Дверку. Оставила одну. У меня было две дверки. Вторая валяется. Я взяла оттуда. Снесла. Сняла. И повесила на переднюю часть. Чуть-чуть ее обрезала. Здесь огурцы. Им не жарко. Здесь нагревается только через стену. Вверх там белый материал. Сейчас будет тепло идти через черные больше. Эти. А градусник. Я же здесь. Он сломался у меня. Я его сняла. Здесь также помидоры росли тоже. Маленькие закруточки. Все. По два огурчика. Раз-два. Ага. Накопали уже мне тут. Вот этот. Который я нарезаю. Я не знаю что такое. Жесткая такая штука. Через нее степлерю. Полосочками делаю. Вот что стало с пленкой. Где тут у меня порвано. Угу. Вот здесь. Вот она здесь рвется. Как могла я ее тоже под степлерила. Вот она. В местах где брусья она очень быстро рвется. Поэтому нужно проходить наружу. Покрашена. Покрашена была стенка в прошлом году. Смотрите какие щели в бытовках образуются. Это третий год бытовка. Вон какая щелюга. Доски усохлись. О, самолет летит. Интересно как звук будет. Копать рано еще. Я думаю еще даже рассады. Вчера помидоры посадила. Рассаду. Все. Не знаю что. Сегодня еще успею сделать. Если успею то запишу. Вот старый колодец. 80 он по моему ширина. А он там новый. Он метровый в ширину. Пять колец вниз. Один. Так. Четыре кольца внизу по моему. Один вверху. Вода мутная. Бочки все заполнены. Хотела уже убить. бассейн заливать. Очень мутненькая водичка. Здесь бачок потом поставлю. Нагревательный. Дрова есть там целые. Нагревательный. Вернее. Это просто бак. Куда я заливаю воду. И потом идет теплая. От костра нагретая вода в бассейн. И насосом циркулируется из бассейна снова в бак. И вот так вот идет. На протяжении там трех часов. Можно в апреле месяце шикарно нагреть воду. Это я вам потом еще покажу. Тут в обычном кирпиче. Просто выложены. Две вот этих на подпорочку. Да, ну это еще нужно все заклеивать. Субтитры сделал DimaTorzok